В Твардице прошла первая встреча депутата парламента Республики Молдова Ивана Забунова с жителями города, органами публичного управления и экономическими агентами с целью узнать проблемы горожан, обозначить пути взаимодействия и пути решения проблемных вопросов. Председатель городского совета Твардицы подчеркнула, что между первым и вторым уровнем властей нет взаимопонимания, что сказывается на эффективности работы органов управления. Районный совет Тараклия превратился в филиал городского совета Тараклия и работал только на Тараклии. Это мы говорили уже неоднократно и, к сожалению, мы не были поняты и не были услышаны. И финансирование, которое выдавалось на районный совет, распределялось, не имея на то критерий распределения. Обсуждались предстоящие выборы председателя района Тараклия. Советом города Твардица было предложено выдвинуть на пост председателя района Федора Сабий. Давайте вы сами решайте этот вопрос. А я никогда не отдаю выбор от выбора вашего. Потому что у вас универсальное построение и структурирование. Маргарина сказала, универсальное и самое позитивное. Когда все представители всех партий в совете городском объединились, в том числе и социалисты и так далее. На вопрос, связанный с арестом нескольких жителей города Твардица, обвиненных в политическом преступлении, депутат парламента высказал мнение, что в этом деле нет юридической основы. Там практически нет ни одного негатива. Там сослов других, при этом, эти вот, аргументы. Я не думаю, чтобы это было основанием для такого большого срока. Это дело должно, конечно, получить поддержку и резонанс болгарской общественности. Потому что так долго и такие большие сроки, это вызывает даже очень большие сомнения. Один из актуальных вопросов – общегородские очистные и канализация – также был на повестке дня. То, что у нас канализации нет, это плохо. Но то, что у нас водопровод старый, и он еще в азбестовых трубах, в общем, проблема огромная и колоссальная. Если мы говорим только об очистных, это ничего не сказать. Мы должны менять весь водопровод вместе с очистными по кусочкам или сразу по всему городу. Это будет приоритетно на следующие четыре года. По заверению городского совета, необходимо участвовать в государственных программах и искать доноров для финансирования проектов. Сегодня уже разработан проект по реконструкции очистных и канализации всего города. Мы планируем этот проект подать в словацкое посольство, поскольку со следующего года они уже будут крупные проекты финансировать. В том числе приоритетно будет водоснабжение и канализация. Учитывая, что мы себя зарекомендовали хорошо, я думаю, что на следующий год мы с ними начнем работать именно в этом направлении. Кроме того, экологический фонд, кроме того, чешское посольство. То есть есть много вариантов решения вопроса. Но вопрос не был решен, вот потому что у нас не было проекта. Никто не будет инвестировать без проектно-сметной документации. Твардицкие экономические агенты страдают из-за слишком частых внезапных проверок, говорят предприниматели. После рейдов налоговых служб большая часть мелких предпринимателей вынуждены закрываться. Мы общаемся с разными экономическими агентами. Вот, например, эллюзия, троих лет, а нет таких, скажем, глобальных, повальных наездов и проверок. А тут плакается оно как излюбленное место. Депутат парламента предложил после встречи разработать грамотную формулировку данного вопроса для того, чтобы попытаться решить эту проблему. Надо разработать формулировку, потому что хныкать и стонать – это не совсем... Мы дадим вам статистику, сколько за последние полгода хотя бы было наездо, сколько было отбито, а сколько все-таки подвергленности проверке. После обсуждения всех поставленных вопросов Иван Забунов посетил музей. И депутат парламента, и органы местного управления высказывают желание сотрудничать и хотя бы раз в месяц проводить встречи, на которых будут подниматься актуальные проблемы города. Продолжение следует...